Друзья всем привет вы на канале Китайфак и сегодня на обзоре у нас новая штанга от компании Fireco приходит вот она в таком чехле максимальная длина 4 метра и давайте посмотрим ее поближе и сравним с предыдущей штангой Fireco которая сейчас также продается и они имеют одинаковую цену чуть менее 4000 рублей как вы помните я делал уже обзор на эту штангу посмотреть его можете перейдя по ссылке в правом верхнем углу старая штанга чуть покороче 36 метра новая 4 метра единственный минус в этом то что она имеет более длинное состояние в собранном виде а именно на 30 сантиметров длиннее в собранном виде общая же длина новой штанги где-то метр и три сантиметра и давайте посмотрим все поподробнее и так приходит штанга в такой комплектации три звена сама платформа переходник на 5,8 дюйма с 1,4 опорная пятка и сам зажим так друзья что интересного сама штанга имеет две шкалы одну сантиметровую шагом 5 миллиметров и с другой стороны шкалу дюймовую шагом 1,4 дюйма это 6,4 миллиметра но все это в принципе более менее стандартно самое интересное это непосредственно крепление и площадка то есть как вы заметили они идут отдельно то есть по сути это расширяет функционал штанги то есть здесь можно закрепить отдельное крепление помимо штанги где-то на стене на саморезы у вас появляются на стенное крепление конечно если бы здесь были еще магниты то это было бы вообще идеально а так вы закрепляете площадку на креплении она четко фиксируется жестко и у вас получается уже вот такое крепление которое можно быстро крепить и перемещать по штанге также интересно что здесь есть кнопка для быстрого зажима в чем еще преимущество такого крепления что вы можете его уже в принципе закрепить не обязательно только на штанге а допустим на любом идущем стояке либо дверях то есть в принципе на толщине изделия до 4 сантиметров вы свободно можете закрепить это крепление не используя штангу вот так это выглядит закрепленное на трубе держится очень крепко также можно закрепить допустим на дверях выглядит это вот так вот держится также очень крепко либо на каком-то любом другом элементе мебели в общем друзья вариантов на самом деле очень много, едем дальше, опорная пятка сделана с таким специальным мягким покрытием, чтобы не повреждать поверхность и сам чехол сшит вполне прилично. Собирается штанга очень просто, здесь есть несколько фиксирующих элементов, то есть вы поворачиваете стержень штанги, вытаскиваете сколько вам нужно и заворачиваете обратно, таким образом фиксируется очень крепко. То же самое с этим коленом, выдвигаете, поворачиваете и происходит фиксация. Резьба на наконечниках 5,8 дюйма это стандартная резьба и с другой стороны штанги такая же резьба 5,8 дюйма, только внутренняя, поэтому в принципе также можно удлинять штатив со становым винтом 5,8 дюйма. Так друзья, ну давайте соберем ее, установим и сравним с другой штангой фаерко. Да, друзья, кто не знает, топорная пятка крепится на вот этот круглый конец, таким усилием защелкиваете туда и она как бы становится как на шарнире, держится она очень крепко. Эта часть имеет пружинистый ход, очень сильная пружина, то есть с помощью ее как раз и происходит распорка между полом и потолком. Как вы помните, первая штанга у нас крепилась путем нажатия на педальку, тем самым мы распирали штангу, очень удобная установка, но у второй штанги установка мне показалась еще более удобной, то есть установка происходит таким образом, вы примерно собираете штангу под потолок, оставляете немного места до потолка, откручиваете в сторону, чтобы у вас двигалось колено, прижимаете к потолку с силой и поворачиваете в другую сторону. Все, штанга у вас зафиксирована и стоит она довольно крепко, на мой взгляд чуть покрепче, чем даже вот эта штанга. И в чем еще преимущество такого крепления, это очень легко ее выставить по уровню, то есть вы просто делаете усилия и прижимаете к потолку и нижний конец штанги у вас свободно ходит, потом просто отпускайте штангу и устанавливайте как требуется, это реально очень удобно. Так, друзья, давайте пройдемся по мелочам, что я заметил, вроде бы мелочь, но почему-то она бросилась мне в глаза, я забыл установить на эту штангу платформу при сборке и то есть, чтобы мне сейчас ее установить, мне надо полностью снять штангу, открутить колено, надеть платформу, скрутить обратно, установить. У новой штанги такой проблемы нет, крепление берется отдельно, то есть через кнопку быстро устанавливать ее и все, в принципе, готово. Едем дальше, градуировка на этой штанге, как видите, сантиметровая, здесь на выбор есть также сантиметровая через 5 миллиметров, либо дюймовая, да, причем на дюймовую, допустим, шкалу можно свободно повернуть штангу, она будет свободно прокручиваться в шарнире, то есть если вам видно, то вот она крутится в этом шарнире и, а сама пятка с места не смещается, то есть, опять же, не оставляет следы на потолке. Предыдущую штангу FireCode так, к сожалению, не повернуть, если я сейчас ее поверну, то на потолке у меня останется след. Опять же, вроде бы мелочь, но очень нужная. Так, вот я одел платформу, платформа у этой штанги, в принципе, очень удобная, но согласитесь, эта платформа и функциональней и, скорее всего, будет практичней из-за такого крепления. Плюс ко всему, она снимается, как вы помните, то есть, вы можете быстренько снять нивелир, повесить на другое место, на саморез и обратно быстренько также закрепить, либо, опять же, снять его и закрепить куда-то на трубу, либо дверь, о чем я говорил ранее. Еще, друзья, такой момент, сама ширина платформы, то есть, допустим, нивелир, когда идет на треноге, на широкую платформу не всегда его можно установить, если, допустим, FireCode Fir 411G я еще смогу сюда установить, то есть, прибор хорошо закрепится, ему ножки не мешают, то, допустим, у кого ножки разнесены не так широко, допустим, у такого уровня мозг АК-457, то они уже не позволяют на нее встать и закрепиться, нужен специальный переходник-удлинитель, который, в принципе, есть в продаже, но, тем не менее, он нужен, то здесь же, на этой штанге, на новой, благодаря переходнику и узкому носику платформы, здесь станет практически любой прибор, то есть, вкручиваем сначала переходник в прибор и потом уже закрепляем непосредственно сам прибор на штанге, конечно же, такой вариант намного удобнее, при установке прибора под потолок, конечно, удобнее оранжевая штанга, она имеет в конце градуировку и на ней намного удобнее устанавливать прибор именно под потолок, у красной же штанги нет градуировки ближе к потолку, то есть, это маленькое колено красное, оно все без градуировки, закрепить, конечно, к потолку прибор можно, но это не так удобно как допустим на основном стволе штанги, там приходится крепить именно на черный вот этот зажим который идет на самом стержне штанги, но друзья здесь хотя бы это можно как-то нивелировать и в принципе и у той и у другой штанги это возможно и в принципе красную штангу можно перевернуть низ головой и тогда у вас также появится градуировка к потолку, но конечно там нет такой мягкой пятки, это что касаемо непосредственно установки прибора под потолок, но если мы посмотрим на низ этих штанг то здесь мы увидим очевидное преимущество красной штанги, причем оранжевую штангу кверх ногами перевернуть будет довольно проблематично, поэтому проекция к полу однозначно лучше у красной штанги, друзья следующий момент немаловажный плюсик в копилочку оранжевой штанги заключается в том, что если у вас прибор именно такой конструкции примерно как эти два и имеет отвес именно исходящий от центра прибора не как у 3d лазерных уровней, когда отвес идет на перекрестии двух вертикалей снизу, а именно когда проецируется точка с центра прибора, то в этом случае оранжевая штанга выигрывает, потому что становый винт у нее имеет сквозное отверстие, у красной штанги такого нет и вот сейчас вы можете наблюдать два прибора, у них у обоих есть точка отвеса вниз, то есть вот друзья как можете видеть точка отвеса идет у оранжевой штанги, сейчас я пошевелю чтобы вам было заметней, у красной штанги точка отвеса не проглядывается, это конечно не критично, но тем не менее хотелось бы иметь и такую опцию, в общем друзья обе штанги действительно хороши, но лично мне больше понравилась красная, она реально намного функциональней, несколько удобнее устанавливается на мой взгляд, имеет очень крутой зажим, который можно закрепить не только на штанги, а еще и на саморезы, на любые другие вертикальные поверхности до 4 сантиметров, то есть это реально удобно, ну и в установке она несколько быстрее, поэтому друзья смотрите сами решать вам, но лично мне красная штанга нравится больше, друзья на этом все, подписывайтесь на канал, обязательно ставьте палец вверх, если видео было полезным, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, всем добра, пока-пока!